Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий Зиновьев. И в данном небольшом видео хотел рассказать и показать вам, как бы вы могли существенно экономить ваше время при проектировании в Inventor. Очень часто при создании конструкций люди пользуются, казалось бы, наиболее логичным способом. Сначала создаются отдельные детали, и далее эти детали собирают в сборке. Однако можно пойти другим путем. Можно создать конструкцию как отдельную деталь, и далее из этой детали получить сборку. Таким образом, мы действительно существенно экономим время при проектировании. Итак, давайте посмотрим на данную технологию в действии. Все привыкли создавать сварные конструкции как сборку, состоящую из отдельных деталей и затем собранных между собой. Но, так как многие из деталей являются бесчертежными, и чертеж на них нам не нужен, то мы можем пойти от обратного и создавать одну деталь, которая будет состоять из отдельных тел, и затем из необходимых тел мы будем создавать детали чертежей. Итак, на примере небольшого кронштейна мы посмотрим, как это работает. В инвентаре создадим новую деталь. Назовем ее, так как она записана в обозначении, А3003132SB. Сохраним ее. Откроем свойства Inventor. И на вкладке Проект запишем ее наименование. Кронштейн. Это наименование будет отображаться в спецификации. В этом эскизе нарисуем вид сбоку нашей конструкции. Нарисуем вертикальный прямоугольник, который представляет собой вертикальное ребро. И два горизонтальных. Проставим в этом эскизе необходимые размеры и зависимости. Толщина листов в этой сварной конструкции 6 мм. Проставим толщину всех трех деталей. И затем с помощью зависимости горизонтальности и вертикальности Выровняем эскиз относительно начала координат. И выровняем необходимые точки. Проставим отступ нижнего листа 4 мм. Затем высоту всей конструкции 90 мм. Габарит нижнего листа 50 мм. И габарит по верхнему листу 215 мм. Дальше нарисуем профиль ребра. Нарисуем вертикальный отрезок высотой 25 мм. И замкнем эскиз ребра. И проставим его ширину 100 мм. Принимаем эскиз. И выполним выдавливание. В начале верхней полки Смотрим на какое расстояние. Это 190 мм по чертежам. Симметричное выдавливание на расстояние 190 мм. В браузере выделим эскиз. И выберем общий доступ к эскизу. Для продолжения выдавливания тел из него. Видим, что за выдавливание отвечает параметр Т9. Ширина остальных деталей у нас. Равняется ширине первой детали, поэтому в параметр выдавливания запишем Т9. Итак, мы выполнили три отдельных выдавливания. И видим, что сейчас в папке «Твердые тела» у нас только одно твердое тело. Для того, чтобы каждое выдавливание было отдельным твердым телом, нам нужно нажать соответствующую функцию создания твердого тела при выдавливании. Теперь мы видим, что у нас деталь состоит из трех отдельных твердых тел. Дальше выполним выдавливание. Введем параметр для выдавливания D0. И также выбираем создание нового твердого тела. Выберем направление выдавливания и нажмем ОК. Получили ребро для кронштейна. Добавим фаски для этого ребра. Выбираю соответствующие кромки. Можно отключить видимость эскиза. Изменим цвет детали. На голубой. Для более четкого отображения. И так как ребро у нас стоит не по центру, а два ребра, смещенные от оси кронштейна, то мы выберем операцию смещения тела. Выберем твердое тело. И выполним смещение по оси Z на 60 мм. Применим эту операцию. Затем с помощью зеркального отражения создадим зеркальное отражение этого тела с созданием еще одного твердого тела. Деталь у нас практически завершена. Осталось добавить в нее отверстие. Для этого в плоскости X, Z создадим эскиз. В нем нарисуем прямоугольник, по крайним точкам которого будут выполнены отверстия. Выровняем его симметрично относительно начала координат и проставим размер от края кронштейна 25 мм. Расстояние между отверстиями 160 мм. Далее включим видимость первого эскиза и посмотрим, какой параметр у нас отвечает за габарит кронштейна. Это размер 215. Выберем его. Отобразился параметр T6 и минут 20 мм. Отключим видимость первого эскиза. Добавим окружность диаметром 12 мм, которая будет соответствовать диаметру выполняемого отверстия. Выполним операцию отверстия, выбрав сначала первые две точки, затем соответствующее тело и диаметр отверстия указываем из эскиза. Включим общий доступ к этому эскизу и выполним еще два отверстия на верхней полке кронштейна. Таким образом, мы получили завершенную сварную конструкцию, из которой уже можно выполнить сборочный чертеж. Но для правильной структуры сборочного чертежа нам необходима сборка и детали. Поэтому с помощью функции создать компоненты мы генерируем сборку, при этом генерируются новые детали из каждого нового твердого тела. получили сборку и детали внутри нее. Эта сборка будет обновляться в соответствии с изначальной деталью, то есть редактировать. В случае необходимых изменений мы будем исходную деталь и при этом сборка будет обновляться. В спецификации сборки мы проставим позиции так, как они обозначены на чертеже. Выбирая детали, проставляем соответствующие позиции для них. У нас есть два ребра, это одна и та же деталь, поэтому нам нужно записать для них одинаковые обозначения. Запишем для них обозначения А, 3 0, 3 1, тире 35. При этом в спецификации они группируются и отображается их общее количество две штуки. Сохраним сборку. И теперь из нее можно выполнять чертеж. И также можно выполнить чертежи для чертежных деталей, в данном случае только для ребра. Остальные детали без чертежные. Вставим базовый вид на чертеж. В нашем случае это вид справа и проекционный вид для него. Включим отображение скрытых линий. Проставим необходимые осевые линии и проверим соответствие размера в исходному чертежу. Расстояние между отверстиями 160. Говорит, 190. Расстояние между ребрами 114. Толщина ребра 6 мм. Отступ под приварку 4 мм. Габарит кронштейна 215. Габарит нижней полки 50. Расстояние до отверстия. До нижнего 25. До верхнего 20. Можно добавить проекционный изометрический вид. И теперь проставим номера позиций в этой сборке. Ребро под номером 1. Затем вертикальная полка позиция 2. Нижняя полка позиция 3. Верхняя номер 4. То есть видим, что позиции в сборке соответствуют изначальному чертежу. Теперь можно завершить этот чертеж и выполнить чертеж необходимых деталей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok